На протяжении многих лет парк «Нумту» сотрудничает с различными учреждениями и организациями, чья деятельность направлена на изучение ландшафтов, видового разнообразия, флоры и фауны этой особо охраняемой природной территории. Этот год был очень насыщенный на проведение научно-исследовательских работ. Мы сотрудничали с тремя институтами. Это Институт геоинформационных систем, Институт криосферы, город Тюмень. А также впервые на территории парка работали специалисты Тобольской научной станции. Учёные из Тобольска Уральского отделения Российской академии наук проводили гидроакустическое исследование озера «Нумту», чтобы определить его потенциал для возможного зарыбления пелядью или чиром. Специалисты Тюменского института геоинформационных систем оценивали степень биоразнообразия этой особо охраняемой природной территории, изучали птиц, насекомых, грибы, растительность различных ландшафтов. О фокусе внимания представителей Института криосферы – многолетние мёрзлые породы на территории парка «Нумту». Сейчас очень важно знать, на каком уровне, именно широтном, мы видим распространение этой мерзлоты. Просто протаивание мёрзлых грунтов может повлечь за собой смену ландшафта. Смена ландшафта может повлечь за собой изменение видового разнообразия животных. Ну и эта цепочка может продолжаться дальше. В определенных точках парка на 10-метровой глубине ученые установили специальные датчики. Причем исследователи отмечали, что мёрзлые породы были обнаружены не в тех зонах, где ожидалось. Предполагалось, что они в северной части парка, а оказалось в южной. В дальнейшем планируется составление криологической карты парка «Нумту», чтобы понять, носит ли вечная мерзлота островной характер или же сфокусирована лишь в определенной зоне. В декабре станут известны результаты всех исследований, проходивших в этом году на особо охраняемой природной территории. Александра Блескач, Пётр Михалап. Время новостей. Белоярский.